Чем отличаются события в Шарле-Эбду от предшествующих парижских бунтов? Даже не тем, что парижские бунты 5-6-го годов почти не окончались смертельными исходами. Это было, как мы помним, битье автомобилей, битье витрин, сжигание покрышек, хулиганство, беспорядки. Но все-таки это было, вот это вот бунты арабской молодежи парижских предместий, все-таки это было не самое страшное. Ну, вместе с тем, это было, вот я говорю, это даже не этим отличается, а тем, что пыльевики выросли, собственно, вот эти вот подростки, которые жгли покрышки. И как они, во что они выросли, кто их вырастил. Они, вот эти вот братья Куаши, устроившие вот эту чудовищную бойню в редакции, они спокойно выезжали из Франции. Они учились в лагерях боевиков. Они, если мы посмотрим, как происходил вот этот вот теракт в редакции «Шарлея в дом», это люди безмерно грамотные в навыках городского боя, умеющие обращаться с оружием. То есть, вот это вот страшно, что мы видим, но ведь они же не одни такие, просто других мы еще не знаем по именам.